Пятый фестиваль казачьей культуры проходит сегодня на территории Никольского храма в селе Васютина. Мы ведем репортаж из самого центра событий. Светлые лица, добрые улыбки, детский смех стали самым ярким украшением фестиваля казачий курень, вместившего в себя несколько значимых дат. Хотелось бы прежде всего поздравить с праздником Пресвятой Троицы, Днем Святой Пятидесятницы, Днем Рождения Церкви Христовой и в нашем храме Васютина, в храме Святителя Николая, сегодня двойной праздник, день рождения нашего прихода. В 90-м году, когда был отдан этот храм общине, приходу Русской Православной Церкви, в этот день был отслужен первый раз молебен здесь под разрушенными сводами тогда храма. Как раз в день Пресвятой Троицы, в день Пресвятой Пятидесятницы. С этого момента начались и восстановительные работы в храме, и возрождение церковной жизни, приходской жизни. И постепенно, вот тогда, под руинами храма начал формироваться наш приход, который сегодня и празднует свой праздник 23-летия. Обычно в этот день мы уже очень давно стараемся устроить какой-то праздник для всех людей, для детей прежде всего, и угостить прихожан. Поскольку изначально, тогда, в первые годы, все было связано с тем, что после службы прихожане оставались и принимали участие в восстановительных работах. И, конечно же, после достаточно продолжительной службы, перед работами, люди хотели бы от нее чуть-чуть передохнуть, что-то поесть, чаю, глоток выпить. И это как-то так вот у нас осталось. И вот в такие особые дни мы стараемся это как-то расширить. Вот уже 4 года в нашем храме проходит фестиваль казачьей и народной музыки. Вот приглашаются ансамбли, в том числе и казачий круг под управлением Скунцева. Вот это законодатель казачьей песни, вот, в таком, ну, не просто даже там российском масштабе, а просто казачьей песни и казачьего рассеяния по всему миру. Поэтому, конечно, привлекают сюда и участников, и зрителей, и казаков, и все, кто хотел бы узнавать национальную культуру, музыку, песню, традиции, игры. Мы постарались прикоснуться ко всем представленным мотивам культуры земли русской, и пока в храме проходила служба, узнали, как изготовить оружие полноправного казака на гайку. В данном случае я занимаюсь вот донским типом. Вот в готовом виде представляет из себя. Вот чем, например, донской тип отличается от всех остальных. Между рукояткой и хлыстом есть кольцо. И рукоятка оплетена не полностью, то есть у нее оплетен только хват. Часть рукоятки, она свободна. Алексей Владимирович научил нас делать художественную оплетку. Оказалось, это несложно. Нужно в определенной последовательности накладывать на основу плоские кожаные шнуры. Теперь такое красивое оружие можно испытать в действии. Конечно, в мирных целях. Ведь казак, как мы узнали у падья Саула, мирный человек и первым не нападает. Ну, например, когда хозяин входил к себе домой, он вешал ее на косяк. И любой входящий в избу уже знал, что хозяин дома. Если, например, у казака была перед атаманом какая-то вина, и атаман приходил к нему в гости, то он бросал ему на гайку в ноги. Если атаман перешагивал через нее и шел дальше, начинался какой-то разговор, значит, что вина ему была еще не прощена. Если же атаман входил и говорил, что Серега, Микола, неважно кто, что же ты имущество-то разбросал по полу, поднимал ее, вручал хозяину, они троекратно лапзались, это значит, что вина ему была прощена. Менее воинственные женщины и дети смогли проявить свое творчество в создании тряпичной куклы, для чего нужно всего лишь две тряпочки и кусочек ваты. А значение такая кукла может иметь очень большое. Ведь что вложит в нее мастерица, с тем кукла в мир и пойдет. На праздник приехали музыкальные коллективы, среди них ансамбль старинной казачьей песни «Верми», город Мытищи. Музык связан с музыкальными стилями европейскими, американскими, или еще что-то, и образ жизни, и одежда, и все. А свои истоки надо знать. А вы сами занимаетесь с молодежью? Да, конечно. Мы проводим встречи с молодежью, по школам выезжаем, даем концерты, рассказываем о культуре, истории казачества. Сами что сегодня? Чего ждете от этого мероприятия? Каких эмоций, каких впечатлений? Общение. Встречаемся с такими же коллективами, как мы. Не так часто это происходит. Положительные эмоции, общение, делимся какими-то навыками. Занимаемся традициями станицы Уминской, это потомки Уминского куреня Запорожского казачьего войска. И, собственно, там бабушки, дедушки еще остались, сохранились. Мы к ним с удовольствием ездим, записываем, общаемся с ними, слушаем очень внимательно, пытаемся перенять их традиции. Один из лучших ансамблей исполнителей традиционной казачьей песни «Казачий круг» привез народный инструмент – релей. Откуда берется этот интересный звук, нам рассказал руководитель ансамбля. Вот вал внутри проходит, на нем колесо. На колесе лежат жилы или струны. Вот у скрипки смычок, а здесь, в смысле, смычка колесо, которое наканифоливается, струны ватка обматывают, чтобы не скрипели. А здесь клавиатура, которая перемыкает. Вот есть клавиатура на двух мелодических струнах. Вот эти, здесь, столбик, нарядок. Когда прихожане вышли во двор из стен храма, начался концерт. Самые бурные аплодисменты достались электрогорской рябинушке, а ее руководитель Ирина Калягина повела гостей фестиваля в хоровод, когда выступал «Казачий круг». Мы позанимались народными промыслами, попели песни, поводили хоровод, поджигетовали. Желаем и вам провести время так же здорово. Мы поднебесные, мы...